И гости столицы. Доброе утро, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». Мы выходим также и на телевидении на канале Саха-24. В студии режиссёры Мария Новгородова Юрий Чукуров. У микрофона Любовь Петрова. Сегодня 27 января, 73 года со дня полного снятия блокады Ленинграда. Как писала тогда поэт Ольга Бергольц, «Голос блокадного Ленинграда добудет мерой чести Ленинград. Мы ленинградцы». 900 дней героической обороны Ленинграда, страшный голод, холод, болезни и смерть сломили защитников и жителей города-героя. И сегодня у нас и среди якутян тоже очень много людей принимало участие и в обороне, и защите Ленинграда, и были среди них и блокадники. И сегодня у нас в студии историк, кандидат исторических наук, научные сотрудники Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской Академии Наук Афанасий Афанасьевич Павлов. Здравствуйте, Афанасья Афанасьевич. Здравствуйте. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 3211-66. Пожалуйста, признаете нашему разговору, задавайте интересующие вас вопросы. Афанасьевич, уже 8 сентября 1941 года, и тут через несколько месяцев после начала войны началась блокада Ленинграда. Вот как развивались дальше события? Ну, блокада Ленинграда началась, можно сказать, восьмого. Там появились первые, как говорится, фашистские войска, начали обстрел города. Но это вопрос, бомбардировка города, массовая бомбардировка города. Началось с 20 августа 1941 года, когда немецкие войска, они отрезали чудово, железнодорожную ветвь с Москвой, и таким образом вот этот захватили перегородные города Ленинграда. И с этого начинается блокада нашего города Ленинграда. Гитлер ставил перед собой задачу, город полностью уничтожить и на его место поставить, устроить пустырь. Так, с первых же дней блокады Ленинграда были подберли с бомбардировки продовольственные склады, склады горючего и так далее. Город оказался полностью окруженным врагами. Ну, защитникам города, надо сказать, самоотверженно боролись за свой город. Тут, как говорится, не было даже слова сдать город немцам. И все силы были брошены для того, чтобы защитить свой город. И вот в связи с этим, да, ведь и мирное население не успело эвакуироваться по этому. Ну, да, мирное население не успело эвакуировать. Там все-таки большое количество людей осталось в городе. Вот их надо кормить, как говорится, обеспечить живьем и так далее. Но, тем не менее, вот это наши войска не успели. Только вот когда встал в ладошку в озере, тогда вот начало эвакуировать часть населения. Особенно детей, женщин и стариков. Да, это 42-й год уже. Это в 42-м году уже, надо сказать. А вот самое страшное время, это вот зима 41-го года. Особенно страшно было зима 41-го года. Да, да, и, конечно, и остальное время тоже приходилось полностью урезать боёк хлеба и так далее. Надо было кормить это большое количество людей. Это было страшное время. Там в блокаде оставалось 2,5 миллиона человек, и из них 400 тысяч детей. Да, действительно, вот оставалось большое количество людей. Из них примерно погибло от голода, холода до полторы миллионов человек. Да. Это большая потеря для нас была. И надо сказать, что всё-таки в блокаде Ленинграда участвуют все народы Советского Союза, в том числе студенты, аспиранты, работающие в разных заводах, фабриках и так далее, а также учащиеся школы. Все поднялись на защиту родного города. Афанасьевич, в Якутии тоже же очень много. Какие цифры? Где-то говорится, что около 2 тысяч якутиан принимало участие в обороне, защите, освобождении Ленинграда. Где-то 2,5 тысячи. Какие цифры у вас? Ну, по всей видимости, на защите города якутиан участвуют очень активно. Мне кажется, это 2,5 тысячи, наверное, будет более точным. Ну, на поверх сражений за Ленинград навечно остались на Ленинградской области 1028 якутиан. Это 2,5 тысячи для нашего народа. Ну, я бы хотел привести несколько примеров героизма наших земляков. Например, вот этот, в защите города, одним из первых отозвался Николай Романов, сын неграмотного якутиан. Он 21 июня, вот, заметил 21 июня, защитил кандидатские диссертации, и потом записался добровольцем, и прошел небольшой военный путь. И только вот в сентябре, когда на связи сражения за Пулховской высотой, он геретически погиб. И при чем он домой писал, что пока он жив, ни один по жизни пройдет через его взвод. Вот такие моменты были. Ну, и еще можно сказать, что вот здесь геретически сражались и сложились в голову якутяне Андросов, Айонитов, Гавушев, Гиргорьев, Дяконов, Попов, Сергусев, Пилиппов, Харитонов и шерен и другие. Вот, по весь мир тех храбрых, защищая город у студентов института северя, например, Петр Алексеев, Иван Карамзин, аспирант того же института Гиргория Никифоров, северный народ на ополчение. Когда Ленинград оказался в балакане, он был направлен в 20-ю дивизию НКВД, и он сражался до последнего вздоха. Вот таких примеров очень много. Например, на защиту Ленинграда геретически сражался писатель-седающий, то есть визит Василий Охловков, сержант Роман Кутуков, и они были награждены орденами медалями Советского Союза. Также на защиту Ленинграда участвовал герой Советского Союза Владимир Сапожников, участвовал в прорыве в авокаде командирской движении минно-торпедной бомбардировочной авиации дальней действия, герой Советского Союза Иван Шаманов. А также участвовал герой Советского Союза Лорен и другие, которые тоже показали пример мужества героизма. Ну, надо сказать, что вот эти якутяне участвовали также в 19-й отдельной лыжной бригаде в составе, в которой было 1712 русских, 539 саха, 250 украинцев и так далее. Вот. Они в основном были сформированы Якутией, и они уехали на фронт, и сразу же вступили в бой в ленинградском направлении. И вот на озере Ильмен им была дана команда перейти это озеро и вести наступление. Ну, и наступление началось неподготовленным, и много войска там уже с первой же минуты переправы подверглись сильно артиллерийскому обстрелу и бомбардировке фашизма. Таким образом, очень много якутян остались вот в этом озере. Да, в этом озере Ильмене. Это одна из трагических страниц нашей истории. И вот благодаря усилиями нашего выдающегося историка Петрова Дмитрия Дмитриевича им установлен памятник на озеро Ильмен. Знак благодарности вот этот ленинградцы и жители Саирусы всегда приходят и оставляют там памятные дары и также святые. Почитают память о наших якутянах. Так, ну и все дальше надо сказать, что 14 января 44-го года войска Ленинградского, Волховского, Прибалтийского фронта перешли решающее наступление. Так, блокадо было прорвано, и наконец-то брак был отброшен на несколько километров, и благодаря этому вот уже началось снабжение города. Снабжение города продовольствами, товарами, первой необходимостью и боеприпасами. Для этого участвовали наши якутяне, Ирязанский, Севсо, Ануфрия, Попов, Кычкин, Захаров, Игнатьев и другие, которые за героизм тоже получили правительственные высокие награды. Вот несколько слов надо сказать, что для этого вопроса, например, председатель Холкоза Лазер, работавший в Конгласском районе, вечно истребил в одном будет 25 фашистов. Он был награжден тоже орденами Советского Союза. Вот участвовали также учителя Захаров, Миронов, Самсонов, тоже выверены Красной армией в сентябре 1940 года, о кончике младшие курсы командиров, и они тоже принимали участие в обороне Ленинграда. Вот, например, если говорить о Самсонове, он был очень активный, командир был, и он, когда находился на воевом посту, на него напавили 15 фашистских танков и пехота. Самсонов получил ранение, но продолжал руководить своим взводом, и в результате чего все-таки враг был отброшен. Самсонов был награжден орденами отечественной войны перестепени, красными визитами и многобоевыми медалями, и после возвращения на родину продолжил свою учительскую работу. Так, кольцо-блокад было прорвано 18 января 1943 года. Этому способствует ряд побед в Станградской курсе Кобитве. Афанасий Анатольевич, мы сейчас прервемся на рекламу. Дорогие друзья, мы сейчас прервемся на рекламу, и через две минуты мы вернемся в студию и продолжим наш прямой эфир. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск. Сегодня» в студии режиссеры Мария Новгородова и Юрия Чукуров, у микрофона Любовь Петрова. Сегодня 73-я годовщина снятия блокады Ленинграда, одной из самых героических страниц не только в истории Великой Отечественной войны, но, наверное, вообще в мировой истории. 900 дней продолжалась эта героическая оборона. И только с 1941 по 1944 год, в 1944 году, 27 января, была полностью снята эта блокада. Якутияне тоже принимали активное участие в обороне, в освобождении Ленинграда. Были среди и блокадников наши земляки. И сегодня гость студии, историк, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук Афанасий Афанасьевич Павлов. Афанасья Афанасьевич, вот в освобождении Ленинграда, вот в обороне Ленинграда, принимал участие наш знаменитый земляк Иван Николаевич Кульбертинов. Вот расскажите, пожалуйста, о нем. Да, точно. Иван Николаевич Кульбертинов, он свой боевой путь начал в 43-х годах. И его сразу же направили на Западный фронт, и он там отвесился как снайпер. И служил он и в 4-м украинском фронтах, и в 1-м, 4-м украинском фронтах, а также в составе 7-го кавалерийского воздушного десанта, и гвардейского воздушного десанта Ужгородского полка. Ну, то есть, его направляют там, как говорится, там, где трудно. Вот, например, фашисты от него боялись как от огня. Когда он появился, немецкий солдат предупреждали, что на позиции русский снайпер Кульберт, и ни один фашист не усовывал голову. Если он усовывал, значит, он остается пробитой головой. И поэтому, пользуясь этим, наши войска успешно наступают под защитой Кульбертинова. За годы войны он уничтожил 252 немецких солдат и офицеров. К концу войны, значит, у прославленного снайпера вот столько фашистов было. Он всегда говорит, замесим, но и фашист – это труп. Действительно, это так было. Как он истревел очень метко, был представлен присвоение звания героя Советского Союза, однако, к сожалению, этого не было подтверждено руководством Союза. Ну, также другой пример. Трофимов. Кавалер Орденславы Третьей степени, уроженец Западоконглазского района, тоже отличился в защите Венинграда и Новгорода. За это он был награжден орденами Венина, а также Орденом Отечественной войны Первой степени и Славы Третьей степени. Вот таких примеров очень много. Вот, например, о судьбе красноармейца Сергея Михайлова, уроженца Торгутского населения Вивийского района, стало известно совсем недавно. Так, он тоже защищал Венинград. Об этом писал журналист Суйский. В результате поисковую работу этот журналист установил место гибели Нестора Никифоровича Михайлова. Согласно документам Государственного архива Министерства обороны, он погиб 3 сентября 1944 года. В 1944 году был захоронен в деревне Ноосари, это недалеко от Финляндии, и потом его право перевезли, это Пятидесяе. Таким он, его характеризовали командир, его исполнительного, храброго солдата. Он участвовал в несколько раз взятии в нескольких финских городах, неся огромный урон живой силе врага. И когда стало известно после его героизма, пригласили его внука для обрушения награды в Венинград, и он был принят на самом, как говорится, на высоком уровне. Сейчас Нестор Михайлович, это внук этого героя, живет в Покуровске, работает, и он как раз рассказывает о героизме своего дедушки. Так, ну, также на защите города участвовали наши девушки. Да. В 1940 году в Венинградской театральной институте учились 34 студентки Якутии. Все они были юными и записались на фронт. Ну, конечно, в годы войны многие из них героически погибели, многие оставившись живыми и защищали небо от фашистских бомбардировщиков. И многие из них продолжили свою учебу после войны и стали артистами театра. Например, Анастасия Петровна Варенова стала заслужена артистка Якутия Ассир. А вот дневник Ксении Гаврилевой, да, тоже вот студентка, она как раз вела дневник, и вот этот дневник был опубликован, и его можно сравнить тоже с дневником Тани Савичевой. Да, вот этот дневник я не видел, честно говоря, но слышал, что это такой дневник есть. Все-таки у студента учились, боролись и сражались очень таких трудных условиях. Да, очень трудных условиях, да. Да, трудных условиях. Вот, надо сказать, что все-таки когда была проруба авокадо Венеграда, Венеград был осужден от врагов, враг был отброшен, президент Соединенных Штатов Рульбет от 7 мая 44-го года наградил Венеград грамотой президента, где говорится, вот именно Соединенных Штатов я вручаю эту грамоту городу Венеграду память о его доблестных воинах, о верных мужчинах, женщин, детях, которые изолированы захватчиками, смело и сражались с врагом. Это была высокая награда со стороны нашего союзника Соединенных Штатов Америки. Также высокая оценка этим герезда и другие руководители иностранных государств. Афанасич, вот можно поговорить вот и о патриотическом воспитании, вот о нашем времени. Вот молодежь, насколько интересуются они историей войны, хорошо знают историю того же блокадного Ленинграда. Мы живем в сложное время. Сейчас это все-таки на вопросе идеологии удивляется очень мало времени. И при чем этот краеведение у нас находится в защитном состоянии, в школах дается очень мало героизма якутских воинов, год войны, в том числе защитника Ленинграда. Вот, например, я как представитель института иногда спрашиваю детей, сколько из вашего класса участвовали ваши дедушки, прадедушки и прапрадедушки в этой войне. Ну, поднимают только руки 2-3 человека, это самое большее, да? И они толком тоже ничего почти не знают. Это говорит о том, что мы плохо воспитываем патриотизм своих внуков и детей. И надо передавать успокоение поколения о героизме наших воинов, которые пали в боях за Родину, которые защищали нашу страну от фашизма и освободили почти всю Европу от фашизма. И о героическом подвиге наших толовиков надо всегда раскатывать, ставить пример. Только тогда мы добьемся, наверное, понимания этого исторического события. Ну, скоро будем мы, наверное, праздновать 75-летие Великой Победы. Это в 1920 году. К этому времени надо все белые пятна раскрыть. Но это не до сих пор есть белые пятна? Есть, конечно. Очень много неизвестностей. Есть также, например, в защите Венеграда вот этот. Мы тоже точно не можем уточнить. Точных цифр еще даже нет. Точных цифр еще нет. И надо это уточнить. Потому что даже молодые девушки, юноши, работая учатся, и сражаясь за Ленинград, сложили голову, о них мы очень мало знаем. Ну и в том числе Афанасий Афанасьевич и тех живых защитников Ленинграда и жителей блокадного Ленинграда, вот они до сих пор живы. давайте поздравим их. Конечно, это защитники Ленинграда есть в наших городах. Слава Богу, что они до сих пор живы. Здравствуют. И дай Бог им всем здоровья, спокойной жизни и мирного неба над и головами. Да. И самое главное, чтобы молодежь знала хорошо историю знала хорошо историю Великой Отечественной войны, о героизме нашего народа. Вот совершенно право говорить Любовь Дмитриевна. Все-таки мы должны дойти до каждого человека, чтобы он знал историю своего народа, историю своих родителей, Историю своей семьи. Историю всего Сонюза. Да. Я благодарю вас за участие в нашей передаче, за интересную информацию. Спасибо. Напомню, что в передаче принял участие кандидат исторических наук, научные сотрудники Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук Афанасий Афанасьевич Павлов. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин